Мировой повар Самый лучший исследователь мировых кухонь в этой стране Потому что я был во всех странах, практически во всех странах И на месте учился готовить Я там не снимаю никаких программ, я там учусь А потом здесь, в обычных условиях, на нашей обычной кухне Кухня, характерная для многих российских квартир, готовлю национальную еду Сегодня будет Италия Это результат моего путешествия в Италию И обучение в серьезной кулинарной школе на севере Италии А пока, вот здесь юг, Сицилия, там север, там Милано, там бутики Но мы сегодня о еде Сегодня я сделаю блюдо, оно называется пицца кальцоне Вы, наверное, уже слышите здесь слово кальцоне В русском языке есть такое слово кальцоне Я думаю, что это не русское слово, оно тоже произошло какого-то иностранного к нам языка А эта пицца означает штанина Пицца вот такая есть, представьте себе, в Италии Не только там есть круглые пиццы, а есть пицца кальцоне Потому что она закрытая Она нам ближе, наверное, потому что напоминает все-таки наши пироги Хотя пицца кальцоне, это, конечно же, пицца, а не пирог И вы сейчас поймете, почему, в чем там дело Привычная нам пицца и этот пирог не просто дальние родственники Это практически сестры Кальцоне тоже пицца, хотя и закрытая Мука, как вы понимаете, идет в тесто Это сложно понять, но надо с этим вам согласиться Еще идет в тесто вода Вот не молоко Вот не молоко Вот не надо молоко В Италии, конечно, есть молоко Там хорошее молоко, потому что там хорошие сыры Но в пиццу не льют молоко Это дешевое блюдо Это блюдо быстрое и дешевое Это бедное блюдо Какое молоко? Какое молоко? Вот муки бы наскрести по сусекам где-то у себя в хате В итальянской И все Поэтому вода Яйца в пиццу не кладут Вот посмотрите на яйца И вычеркните их из своей памяти Не надо класть в пиццу яйца Это лишнее Я специально показал вам, чтобы вы запомнили навсегда Не надо яиц в тесте для пиццы Это лишнее Абсолютно лишнее Зато нужны дрожжи Потому что всякое тесто для пиццы Это дрожжевое тесто Никаких разрыхлителей Никакого песочного теста Никакого Наполеона Никакого слоеного теста Это все бред сумасшедшего Потому что пицца это только дрожжевое простейшее тесто Никаких нам не надо американских идей с толстым тестом Это всегда тонкое тесто и дрожжевое тесто Оливковое масло должно быть в тесте Это продукт дорогой Нам дорогой В Италии это продукт недорогой Разумеется Сол Может быть Буквально щепотка сахара Запоминайте Примерный расклад теста На стакан воды Три стакана муки Вот это вы должны себе зарубить На каком-нибудь журнальном столике Или вырубить топором на холодильнике Три к одному Три муки Один вода Я сейчас на глаз, конечно, сделаю тесто Вот вода Сразу в ней немного сахару растворить Чуть-чуть Дрожжи лучше работают, когда есть сахар Они и так будут работать и без сахара Но просто быстрее получаются Немного соли Немного оливкового масла На стакан воды где-то неполная столовая ложка Дрожжи Дрожжи надо рассчитывать примерно 5% от веса муки То есть, если в стакане муки 150-160 грамм муки В трех стаканах будет примерно полкило То 5% от полкило будет сколько? Правильно, 25 грамм Можно положить 20 Вот дрожжи Теперь я должен хорошо перемешать Растворить дрожжи в воде Чтобы тесто бродило равномерно Я это сделаю венчиком Вот есть И теперь мука Сейчас я буду пока замешивать тесто в этой миске А потом, возможно, уже на столе Я, видите, замешиваю тесто на глаз Я сейчас положил сколько-то муки И, скорее всего, мне придется немного муки добавить То есть, вот у меня есть уже какая-то база Видите, тесто уже отстало от стенок Теперь я уже продолжу замешивать тесто на столе Потому что, ну, всякое тесто вот такого рода Надо все-таки замешивать с усилием А усилие я могу дать только на столе Значит, вот Я выложу тесто И сейчас буду дорабатывать его на столе Буду его вымешивать У меня тесто немного Под мои большие руки Это даже маловато тесто Но я все равно буду как-то вымешивать То есть, ну, например Тесто можно месить, смотрите, как Вот я Вот Какая-то такая толстая лепешка у меня здесь лежит Да Я беру, смотрите Перегибаю лепешку пополам Потом Развернул тесто вертикально Опять И вот так я Видите Перегибая тесто пополам Каждый раз его Замешиваю Я могу делать вот такие переменные движения Обеими руками Например Чтобы замешивать тесто Я могу вмесить тесто кулаками Я могу тесто замешивать вот так Согнул его и снова вот так То есть методики теста замешивания есть разные Важно, чтобы мы прилагали усилия К тому, чтобы тесто хорошо было замешано И такое замешанное тесто Оно не должно быть слишком тугим Оно должно быть достаточно податливым Ну и вот Получилось тесто Сейчас я его закатаю в шар Рукой Ну где-то тесто так Первого размера у меня получилось Судя по ощущениям Глаза закроешь, когда вот так Первый размер, да Тесто И значит сюда У меня сегодня будет пицца первого размера И значит Немножко муки наверх И все, тесто надо поставить в теплое место Закрыть его желательно полотенцем, чтобы оно не заветривалось Вот так И где-нибудь в теплом месте его держать Для того, чтобы тесто начинало бродить Готовим закрытую пиццу «Кальсоны» Для теста нам понадобится вода, щепотка сахара, оливковое масло, дрожжи, мука Замешиваем тесто Сначала в посуде, а затем, когда тесто перестанет прилипать к рукам, вымешиваем его на столе Закрываем тесто и оставляем в теплом месте приблизительно на 1 час Соус Сейчас я вам покажу, как делать томатный соус Это не кетчуп Вот многие говорят Ну что там помазал тесто кетчупом Типа и все, хорошо Да ничего не хорошо Какой кетчуп может быть в пицце Это достаточно сложный процесс, между прочим Значит, я ставлю кастрюльку Добавляю в кастрюльку, смотрите, резанные помидоры Это помидоры в собственном соку, нарезанные, очищенные от кожицы Есть Теперь немножко для цвета я дам томатной пасты Ну, сравните цвета Томатная паста темнее Я поэтому немножко для интенсивности цвета дам томатной пасты Чуть-чуть воды Потому что томатная паста густая Вот эти помидоры из банки, нарезанные, они хороши Они итальянские, между прочим Не стыдно пользоваться резанными итальянскими помидорами Потому что, когда у нас зима, помидоры-то вкуса не имеют Они все тепличные Да и летом часто продаются тепличные помидоры А помидоры из банки хотя бы в Италии сделаны Потому что в Италии помидоры считаются самыми лучшими в мире Итальянские помидоры самые классные Так вот, часто их консервируют Что же в этом плохого? Там хоть вкус какой-то есть Но эти помидоры очищают от кожицы и заливают томатным же соком И больше ничего не добавляют Поэтому у помидоров несколько недоработанный вкус у этих Вот я сейчас буду его дорабатывать А знаете, как дорабатывается вкус помидоров? Я вам сейчас скажу вот такую вещь Вот когда зимой помидоры плохие Потому что они все тепличные Знаете, что я делаю? Я люблю просто вот, ну, салат из помидоров съесть Я всегда помидоры посыпаю сахаром Ну и кислота, естественно, в салатной заправке есть Сахар усиливает вкус Поэтому сейчас в эту томатную массу В кастрюльке я добавлю сахар Вкуснее просто будет Сахар Я добавлю немного соли Потому что эти помидоры, как правило, не соленые И для баланса Я дам немножко уксуса Вот эти три вещества Сахар, соль, уксус Они как бы Вот делают помидорный вкус более помидорным, что ли И теперь я немножко поварю всю эту историю А здесь, видите, есть такие достаточно крупные фрагменты помидоров Вот он Вот он виден, да? Поэтому я этот соус потом еще и немножко блендером измельчу Чтобы соус стал однородным Вот соус закипел Могу это сделать прямо на плите Вот так А теперь переложу Чтобы он остыл Никогда не используйте для приготовления теста для пиццы яйца И вычеркните их из своей памяти Сегодня мы сделаем пиццу Весьма распространенную Сыром моцарелла Ну, моцарелла это, собственно, сыр для пиццы И Прошутто Сыровяленая ветчина Моцарелла, обратите внимание, она блочная То есть блочная моцарелла вполне хороша для пиццы Не нужно покупать дорогущую моцареллу в виде такого большого куриного яйца Потому что это больше салатная моцарелла Хотя она тоже хорошо плавится Но вот блочная она подешевле и вполне себе работает как прекрасный продукт Я ветчину немного сейчас нарежу, чтобы она была помельче нарезана, чтобы было удобно ее есть Ну, а небольшие кусочки Это вкусный продукт Продукт выдержанный, ферментированный Ветчина прошутно зреет где-то от 6 месяцев и до 3 лет Это очень вкусный продукт, поэтому дорогой, потому что долго висит Продукт сыровяленый, не копченый Вот это надо очень хорошо себе понимать Чем цена Италия в смысле мясных продуктов Салями в Италии, это в основном сыровяленые колбасы Не сырокопченые, обратите внимание, а сыровяленые Это крайне важная вещь для Италии Почему в Италии такая культура сыровяленых продуктов? А потому что климат подходит Всякие большие гастрономические продукты, известные продукты Они климатические, потому что в этой стране вот это хорошо В этой вот это хорошо Там ветры дуют в Италии, понимаете И когда мясо еще сырое, соленое, оно не портится Потому что там нет жары такой Там есть бризы специальные в регионах Где они хорошо обдувают продукт И он, будучи еще не сильно просоленным, не успевает испортиться А когда он подсыхает, он уже никогда не испортится А только будет доводиться до ума Поэтому абсолютно трепетно надо относиться к этому продукту Вот как я Видите, как трепетно я его ем? Вкусно Еще возьму кусочек Чтобы еще более трепетно к нему относиться Кальционы, как всякая пицца, готовится очень быстро А съедается еще быстрее, потому что вкусно Ну вот она, кальционы, видите, вот ее защип И вот так смотрите, как ее едят Ммм, а томатный соус так вот на небо Хорошо ложится так вкусно на небе Ой Да Снова хочу в Италию Ну вот час прошел И я принимаюсь за тесто Воздушное Нежное тесто Вот оно чуть-чуть даже прилипает к рукам Сейчас мы это подкорректируем Я его на стол, конечно Чуть-чуть его сейчас доработаю мукой Поглажу его Тесто поработаю Опять чуть-чуть поперемешиваю его Я с тестом, когда вы работаете, друзья Надо всегда попытаться из теста сделать лепешку руками То есть максимально сделать его плоским Как у вас получится А потом уже дорабатывать его скалкой Вот у меня сейчас, смотрите, пальцами Тесто такое эластичное получается Достаточно податливо Вот я его сейчас руками Сделал плоским, как я могу А теперь уже включу скалку И буду раскатывать тесто от середины То есть всегда скалку в середину И пошел его крутить Вот так Достаточно тонко я раскатаю тесто Потому что итальянские пиццы, они все тонкие Они пекутся крайне быстро Вы знаете, какая температура в печи? Вот традиционная температура в печи Для изготовления пиццы Высокая, 400 градусов примерно Представьте себе, 400 градусов Цельсия Бытовая духовка Такой температуры не дает, друзья Бытовая духовка сегодня Хорошо, когда дает 300 А так дает духовка 230, 250, 275 Таким образом Во всяком случае Не запрещено готовить пиццу на таких температурах Но выставляйте всегда максимально возможную температуру Которую может дать ваша духовка Вот максимально возможную Пицца должна печься быстро В этом смысл этого блюда Быстро Значит, вот я раскатал достаточно тонкий круг Теперь я буду из него делать Из этого круга Собственно говоря Большой чебурек А если хотите большой Но только разве что плоский вареник Сейчас я, смотрите-ка Выкладываю В районе, так сказать Ну, скажем, левой половины от меня Круга теста Ветчину Теперь я возьму Моцареллу Я не буду ее натирать Я положу ее просто ломтиками Я прямо на тарелке вот так ее Достаточно грубо Нарежу И положу На ветчину Моцареллу здесь жалеть не надо И последнее, что я сделаю Без чего, собственно, нельзя Традиционная зелень Используется Для пиццы в целом В Италии Это зеленый базилик Я сейчас отправлюсь На маленький итальянский маркет Возьму немного базилика Вот у меня здесь В стакане растет базилик В Италии используют Только зеленый базилик Ну, таковы традиции Фиолетовый Не-не-не Никуда Лучше не использовать фиолетовый И Абсолютно грубо Я сейчас оборву листья С базилика Посмотрите-ка И вот так вот Как могу Грубо нарву А могу вообще не рвать А просто посыпать Просто вот наложить сюда Листики базилика Сверху Солить не будем Потому что ветчина соленая Моцарелла практически не соленая Между прочим Лист посыплю Мукой Можно было на листе Формовать пиццу Но я Сделал это на столе Теперь Лист поближе Сейчас я Да Вот так вот закрою Пиццу Переложу ее на лист И теперь Уже сделаю Какой-то Ну, аккуратный защип То есть я защипаю пиццу Вы мне сейчас скажете Что я готовлю чебурек Нет, не чебурек Потому что чебурек Жарится в масле Вы мне сейчас скажете Что я готовлю Скажем Хачапури Грузинскую лепешку с сыром Очень похоже Но там нет ветчины Там другая форма У хачапури Поэтому Это пицца, ребята Пицца еще и потому Что готовится Крайне быстро Потому что пицца По своей сути Это простая И быстрая еда Если хотите Пицца Это фастфуд Вот убейтесь Но это фастфуд Вот не ешьте больше пиццу Если вы знаете Это красивое слово И считайте Что эту еду Есть нельзя Это быстрая еда Поэтому Пироги не могут быть Быстрыми Пироги готовятся Долго Муторно Там с толстый слой Теста И так далее И так далее Поэтому Пицца может быть Открытая И пицца может быть Закрытая Кальцонья Вот такая вот штанина Я сейчас Ну смотрите Здесь что можно сделать У кальцона Можно сделать Такую Защип Вот такой вот Косичкой Я делаю Такой Я сказал бы Декоративный Бортик И знаете Что еще Отличают Пиццу От пирога Знаете Почему Это еще Не пирог А потому Что Вспомните Не знаю Женщину Хозяйку Бабушку Свою Маму Свою Я не знаю Как делаются Пироги Дрожжевые В России Вначале Мы сделали Пирог Потом надо Обязательно Дать ему Подойти Уже готовому Пирогу Еще не выпеченному Чтобы тесто Поднялось И только потом Мы ставим его Выпекать А пиццу Никогда не дают Подходить Она не должна Стоять теперь В теплом месте Мы сразу же Отправляем ее В очень сильно Нагретую духовку Вот еще Почему Пицца Это не пирог А это Именно пицца Пицца Вот уже Сформованная Никогда никого Не ждет Она тут же Отправляется В духовку То есть вот Получилась Моя кривая Штанина И как я уже Сказал Отправлю ее В духовку Но Не забудем Про красный соус Потому что Соус то я Сделал И я его Сейчас Нанесу Наверх Пиццы Вот так Принято То есть я Сейчас Соус нанесу Наверх Пиццы Вот так Вот Ну Вкуснее Будет Как вы Понимаете Я бы даже Сказал Что Полью Хотя Он весьма Густой Поэтому Все-таки Нанесу Вот так Какие-то Я оставил Специально Проберил Так По-домашнему Все Достаточно Можно делать Это все Неаккуратно И теперь В духовку Температура В духовке Сейчас Максимальная Я думаю Что Поскольку Эта пицца Двойная Там Два слоя Теста Она будет Печься Ну До 10 Минут Потому что Обычная Тонкая Итальянская Пицца Когда она Стандартная Она печется 4-5 минут 4 минуты В основном Это дольше Потому что Тесто Здесь Два слоя Так что Ждем Примерно 8 минут И посмотрим На результат Готовим Закрытую Пиццу Кальцоне Прогреваем Очищенные Помидоры В собственном Соку С томатной Пастой Добавляем Соль Сахар Немного Уксуса Раскатываем Тесто Выкладываем На круг Тесто Сыровяленную Итальянскую Ветчину Сыр Моцарелла Зелень Базилика Закрываем Пиццу Складывая Ее Пополам Сверху Приготовленный Томатный Соус Теперь Пицца Отправляется В духовку Разогретую До максимальной Температуры На 8-10 минут 8 минут Готова Пицца Посмотрите Посмотрите Какая Чудная История У нас Получилась Горячо 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 Мне значит Так Теперь я Что сделаю Я возьму Пергамент Сейчас Застелю Доску Беру Лопаточку И вот так Вот Бац Вот она Какая Красоточка У меня Вот готова Пицца Кальцоне Она Приложила В духовке 8 минут А я Дорогие Друзья Готов Проводить С вами На этой Кухне Бесконечное Количество Времени Потому что Я так Много Знаю Про еду Что я Буду Вечно Я готов Вечно Отдавать Вам Свои Знания Хорошего Мирового Повара Так что Даешь Кальсоны Дорогие Дорогие Дорогие